Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Снова мы на финансовых рынках и, как и всегда, продолжаем оценивать фундаментальные события, новостной фон, анализировать макроэкономические отчеты и следить, конечно же, за ключевыми новостными драйверами рынка. Сейчас в качестве таковых стоит обозначить все-таки ожидание инициирования 50-й статьи Лиссабонского договора. Это должно произойти уже завтра. К сожалению, точного времени назвать не могу, поскольку еще даже в календаре не значится. Но будем ждать внутри дня. Я думаю, что волатильность уже начнет проявляться в динамике британца против буквально всего спектра основных конкурентов уже сегодня. Хотя фунт уже последние недели две сохраняет за собой статус одного из самых волатильных и подвижных инструментов. Ну и также я хочу отметить то, что сегодня мы должны последить за, на мой взгляд, очень важным выступлением председателя американского регулятора Джанет Хеллинг. К сожалению, вчера я упустил, собственно, это событие. Возможно, оно было поставлено на повестку в самый последний момент. Поэтому обращаю ваше внимание, то, что если мы с вами нуждаемся в каком-то триггере, соответственно, для американца, то вполне возможно, не будем недооценивать, опять же, то, что можно сказать, Джанет Хеллин. Намек на ужесточение монетарной политики, либо еще подтверждение того, что было сказано раньше, что, собственно, политика будет сохраняться, собственно, в конве последовательных решений нормализации денежно-кредитной политики. И, соответственно, любой разговор о том, что ставки будут повышены неоднократно, я думаю, то, что доллару, который нуждается в этом самом катализаторе для роста, все-таки этого будет достаточно. Ну, а по факту, конечно же, мы посмотрим позже. Завтра подведем итоги сегодняшней торговой сессии. Но не забывайте также и о том, что сейчас американец, к сожалению, все-таки больше остается в числе аутсайдеров, потому что продолжает вынужденно реагировать на то, что происходит на американском долговом рынке. Об этом мы поговорим также чуть подробнее. Ну, начнем давайте с рынка нефти, потому что этот актив по-прежнему интересен для многих. Я думаю, то, что даже те трейдеры, которые не делают акцент непосредственно на торговлю нефти, но следят за рублем, конечно же, понимают то, что для российского валютного актива этот инструмент является определяющим. Что касается рынка нефти, клоус вчерашнего дня по бренду 50.96, минимальное значение было 50.13, немножечко не хватило, чтобы пробить поддержку и оказаться ниже, но, видимо, еще не пришло время, чтобы затащить этот инструмент ниже этой планки. На текущий момент, друзья, мы видим котировки на отметке 51.08. И, разбирая вчерашнюю торговую сессию, в целом, можно сказать то, что рынок нефти остается под давлением и остается он под давлением прежних факторов. Это опасение за рост добычи нефти в Штатах, который будет непременным следствием увеличения нефтиных терминалов. Это рост неопределенности относительно того, будут ли регионы ОПЕК продлевать действия энергетического пакта до конца 2017 года. И скепсис, в принципе, то, что та сделка, которая уже сейчас работает на рынке черного золота, она неэффективна. Негатива, на мой взгляд, достаточно. Трейдеры также еще обсуждали встречу, которая прошла в Кувете в минувшие выходные, где встретились, опять же, ряд представителей ОПЕК. В целом, эта встреча была в формате, скажем, отчетности комитета, который занимается мониторингом за выполнением и исполнением обязательств этого энергетического пакта. В целом, ничего интересного сказано не было. Единственное то, что руководство ОПЕК еще раз призвало всех участвующих в этом соглашении регионов все-таки соблюдать взятые на себя обязательства и сокращать производство в тех пропорциях и объемах, которые были обозначены для каждого региона по отдельности. И единственный важный комментарий, то, что в конце апреля пройдет еще одна встреча комитета по мониторингу. И в данном случае она интересна тем, что нас уже подготовили, что в ходе этой встречи лидерам ОПЕК дадут рекомендацию продлить действие соглашения по снижению производства нефти. Ну, может быть, уже речь пойдет о других цифрах, но до конца 2017 года. К этому вопросу мы с вами будем возвращаться и дальше, хотя я советую особых иллюзий по этому поводу не питать, потому что мы говорили уже, есть ли основания для снижения, точнее для продления действия этого соглашения. И пришли к выводу о том, что, скорее всего, реальность, связанная с фактическими цифрами по производству и добыче в Штатах, да и тот факт, что даже в текущем исполнении, в текущем реализации соглашения, не все регионы чистоплотны в плане соблюдения недоговоренностей. Я считаю то, что негатива для этой сделки больше, поэтому считаю, что мы можем смело, как и раньше, ждать более низких ценовых значений по бренду. Полагаю, что сегодня эта коррекционная динамика может усилиться еще и статистикой, поскольку в 23.30 выйдет традиционный отчет АПИ, Американского института нефти. Поскольку мы имеем дело по-прежнему с высокими показателями импорта в Штаты, я думаю, что ситуация с приростом не изменится. А если посмотреть на то, как реагируют трейдеры на рост запасов, опять же, опыт последних недель, каждый раз, когда мы видим статистику с плюсом, это значит то, что запасы не просто продолжают находиться на очень высоких значениях. Возможно, это еще один сигнал для официальной статистики, которая укажет на перепись рекордного показателя по запасам. Напомню, что на прошлой неделе мы с вами говорили о исторических запасах в Штатах на уровне 533 миллиона баррелей. Вполне возможно, что завтра, когда выйдут официальные данные, этот показатель будет уже переписан. Поэтому, друзья, давайте пользоваться возможностью, которую нам подарил рынок нефти. Не будем придумывать каких-то факторов поддержки для этого актива. Да, безусловно, будут и дальше комментарии о том, что сделку непременно продлят до конца 2017 года. Но разве это тот самый фундамент, который может развернуть рынок нефти? Я думаю, что нет. Поэтому, как и раньше, ставим на пробой поддержки 50 и закрепление ниже. Рубль 56.79. Не буду останавливаться сейчас детально на этой валютной паре, потому что, что в конце прошлой недели мы с вами ждали. Закрепление бренда ниже 50, полагая то, что это и будет кульминацией для девалюации рубля. Эта рекомендация сейчас сохраняется. Как только бренд окажется ниже этой планки, думаю, рублю уже будет глупо сопротивляться. Ну или, по крайней мере, глупо будет стараться способствовать обратной динамике тем, кто это сейчас делает, вопреки логике. Потому что рубль, с учетом элементарной, обычной и свойственной картины корреляции, сейчас должен уже котироваться выше 60. А мы наблюдаем его на уровне 56.79. Даже минимальное значение на премаркете было еще ниже. Через 23 минуты стартуют торги на российском валютном рынке. Думаю, то, что рублю все-таки пришло время уже возвращаться к прежним уровням сопротивления, которые являются для него более оправданными. Дальше идем. Фунт против американца. Британец, безусловно, наверное, инструмент номер один в рамках этой недели, за которым мы продолжим следить. Потому что фунт в одном шаге от 50-й статьи Лиссабонского договора. Примечательно то, что данное событие и факт ввода этой статьи, которая запланирована на завтра, связывается с возможным началом новой эпохи. Как для британской экономики в плане автономии, так и, соответственно, за валютой, которая стоит за этим регионом. Поскольку такого еще не было, неизвестно, как торговать. Но, судя по последней динамике, трейдеры видят в факте инициирования 50-й статьи возможности для укрепления позиций британца. Потому что, якобы, будет снижена неопределенность и убрана неизвестность последствий автономии Англии. Но не совсем я разделяю подобную логику. Потому что, если бы у нас было понимание, что действие 50-й статьи – это зеленый свет для дорожной карты, первым пунктом которого является это, вторым пунктом это, третьим пунктом это. Но такой дорожной карты нет. Поэтому мы с вами вынужденно спекулируем еще на предположениях и догадках, будет ли у Англии доступ к европейскому рынку. Ибо не будет. Если будет, то на каких условиях, на каких договоренностях. Все это, на мой взгляд, больше негативные факторы, которые все-таки пока еще не дисконтированы в стоимости британского валютного актива, но еще не в вечер. Я очень большую ставку делаю на Терезу Мэй, которая ведет в действие эту статью. И считаю то, что этот новостной фон и это событие, так же, как и прогнозируют многие фундаменталисты, станет фактором для серьезного ослабления фунта. Еще одним фактором против британца, аргументом в пользу медвежьих позиций – это буквально не контролируем уже рост инфляции. И если вы забыли, чем она чревата, я напоминаю последний, собственно, комментарий руководителя британского регулятора Карни, который еще месяц назад говорил о том, что если ее не удержать в пределах 2,5%, то это будет стоить британской экономике не меньше 0,3% экономического роста до конца года. Полагаю, что спустя месяц-два мы начнем уже видеть, как рост инфляции сказывается на потребительских настроениях и, соответственно, на более слабых макроэкономических отчетах. Поэтому считаю, что против британца долгосрочно будет выступать еще и статистика. И хочется еще, знаете, на что сделать ремарк? Потому что сейчас будет очень интересно последить за подробностями, которые будут касаться сохраняющего актуальности, даже слово, наверное, подобрать. Не то чтобы конфликтности, которые присутствуют между Терезой Мэй и прочими лидерами Еврогруппы, Но все-таки иск на 50 миллиардов фунтов, которые со стороны Еврогруппы в адрес английской экономики, он тоже был взять не на пустом месте. В каком формате будут дальше развиваться вот эти конфронтации и несостыковки, противоречия в вопросах согласования условий выхода английского состава ЕС? Это отдельная тема. Я постараюсь держать вас в курсе всех этих событий. Но надеюсь, почему? Потому что ставлю на ослабление фунта. Надеюсь, что ничего хорошего там не будет. Доллар японская иена. Доллар, к сожалению, остается заложником, как и раньше. Снижение доходности облигаций национальных. Десятилетки просили на 1,5%. Уже доходность минимум, по-моему, больше, чем за месяц. 2,3%. Индекс доллара. Минимальное значение за 4 месяца. И фактор основного давления на эти активы – провал первой крупной законодательной инициативы Трампа. И считалось то, что его реформа здравоохранения – это первая ласточка будущих информаторских порывов. И то, что он действительно готов действовать и исполнять взятые на себя обязательства во время предвыборной кампании. Но, как вы знаете, конгрессмены заблокировали этот проект. Собственно, дорогу ему дальше не отдали. В связи с этим на рынке стали возобладать негативные настроения, связанные с тем, а способен ли вообще Трамп дальше реформировать экономику и реализовывать налоговые реформы, реформы увеличения бюджетных трат и так далее. В общем, это основной триггер снижения американца. Вы помните, что вчера мы также подробно говорили об этом новостном фоне, но я отметил то, что доллар может сейчас кто-то спасти. Кто-то – либо Трамп с конкретикой, либо снова с сигналами о том, что реформы будут, либо Джанет Йеллин. Потому что мы слышим комментарии представителей американского регулятора уже на протяжении нескольких недель подряд. Все эти комментарии посвящены перспективам ужесточения монетарной политики. Вот вчера снова выступал Эванс, который отметил то, что видит условия и возможности для роста экономики до отметки 2.25 или даже повыше. Считает то, что решение мартовское о повышении ставки было уместным. Не видит возможности для четырех повышения процентной ставки, но три вполне вероятные. В общем, это такие шаблонные фразы, которые повторяются буквально каждым представителям американского регулятора и уж тем более голосующим членам ФРС. Это все интересно, но на доллар они не оказывают никакого влияния. Я надеюсь, что вот это отсутствие реакции связано с тем, что доллару нужна позиция, хочется услышать позицию лидера мнения. Лидером мнения является Джанет Йеллин. И вот как раз сегодня в 19.50, друзья, запомните, очень важное событие для доллара. Надеюсь, что оно все-таки не пройдет незаметным для американца. И если он хочет оклематься, сейчас, по сути, это один из последних шансов, чтобы восстановить ранее утраченные позиции. Итоги выступления Джанет Йеллин мы подведем уже завтра. Если что-то изменится в позиционировании, даже как косрочный, я вам расскажу, соответственно, в 9.30 уже по московскому времени в ходе следующего брифинга. Евро обновляет локальный максимум, пользуется, опять же, поддержкой слабого доллара. В свою очередь, снижение доллара, как я уже отметил, связано с тем, что Конгресс проголосовал против реформы, которая должна была прийти на смену Обамы к Киев. Вчера еще вышел отчет по бизнес-оптимизму, оценки экономических условий, статистика хорошая. В частности, деловой оптимизм 112,3, рост 111,1. С одной стороны, это подтверждение высокой оценки немецких предпринимателей, промышленников, перспектив экспортно-ориентированных секторов национальной экономики. Но, с другой стороны, у нас, как и раньше, нет общей картины и нет тенденции того, что эти настроения продолжают улучшаться. То есть, отчеты весьма волатильные, хорошие, плохие, сменяют друг друга и нет общей картины. Есть только статистика, опять же, в целом, если не циклится только на Германии, по еврозоне, она не такая уж и радужная. Для того, чтобы ослабить евро, нам нужно дождаться поддержки американцев. Вот, кстати, сегодня на азиатской сессии мы видим, как евро уже снижается. Но это может быть только локальным позитивом для медведя, потому что, если доллар, опять же, не найдет поддержки, в словах Джанет Хиллен, он просядет еще сильнее и окажется уже ниже против иены, отметки 110. И тогда евро-доллар уже будет вынужден претендовать на тестирование сопротивления 1.10. Доллар-канадец. Здесь, как мы с вами предполагали, влияние доллара не такое существенное, как в других валютных парах. Поэтому канадец больше ориентируется на состояние рынка нефти и снижение вчерашнее стало причиной, собственно, ослабления этого актива. Сейчас мы наблюдаем пару из декад на уровне 1.33.79. Наша цель с вами, как и раньше, это 1.35. Из важных событий сегодняшнего дня в отношении канадца стоит отметить еще выступление полоса. Она состоится в 17.10. Полоса обычно не лишает себя удовольствия обозначить некоторое подобие словесных интервенций. После тех данных по инфляции, которые мы с вами получили в пятницу, напоминаю то, что индекс просел как в месячном, так и в годовом выражении, может быть, это как раз сигнал того, что полоса намекнет на возможность смягчения экономической политики, ну или, по крайней мере, готовность сделать это, если индекс потребительских цен войдет в новую фазу коррекции. В любом случае, из-за последних, по-моему, трех-четырех выступлений, три из них, да, четырех выступлений, три стали причиной слабости канадца, может быть, сегодня мы увидим повторение вот этой динамики и будем говорить уже завтра о том, что пара претендует на тестирование сопротивления 1.35. То есть до этого уровня остается 120 пунктов, ну не так уж и много, особенно если брать в расчет волатильность, которая сейчас характеризует и в весе рынок Форекс. Поэтому вполне возможно, что мы сможем добраться до этой планки уже на концу этой недели. Я вчера делал акцент на то, что можно сейчас присматриваться к торговле биткоином, потому что этот инструмент очень интересен. Давненько не было интересного фона, который можно было бы использовать фундаменталистам, чтобы оправдать ту или иную сделку. Сейчас этот фон есть и он касается инициативы Народного банка Китая, очень важное событие для криптовалюты, по тому, чтобы придать статус биткоину как национального платежного средства. Безусловно, сейчас прорабатываются вопросы того, как он будет обеспечить, может быть, даже юанем. Но то, что об этом и возможности, собственно, такого заговорил Народный банк Китая, отвечающий за колоссальную ликвидность, это позитив для биткоина, который может снова вернуть этот актив выше отметки 1250 долларов за одну единицу. И я в целом хочу сказать, что с начала этого года мы уже неоднократно сталкивались, опять же, через новости отдельных регионов, то, что если раньше ряд регуляторов были против этих инструментов, сейчас сменили гнев на милость, по крайней мере, активно прорабатывают систему блокчейна. Если не делать акцент на отдельную криптовалюту, то, по крайней мере, допускается возможность при, опять же, базисе в виде регулирования и обеспечения создания какой-нибудь альтернативы электронных денег. Это большой прогресс для всего рынка криптовалют, какая единица, собственно, будет превалирующей, пользоваться наибольшим спросом, пока у нас есть возможность спекулировать на биткоине. И то, что к этим активам растет снова интерес, может быть, это и есть начало возвращения этого актива, инструмента, к растущему тренду. Сейчас у нас курса 1029, но, думаю, то, что долгосрочно можно попытаться претендовать на тестирование сопротивления 1250. Честно говоря, совсем недавно уже были на этом уровне, но пока сопротивление держится. Из важных событий. В 17.00 уровень доверия потребителей по штатам, в 17.10 выступление полоза, в 19.50 ждем конференцию Джанета Елен в Вашингтоне, в 23.30 статистика API, как я уже отметил, возможный прирост запасов станет еще одним фактором давления на котировки черного золота. Кодовое слово на сегодня. Риторика. Раз уж ждем и полозы Джанета Елена. Величина бонуса 16% действует он на пополнение, актуален до следующего брифинга, который состоится завтра, как и всегда, в 9.30 по московскому времени. Друзья, на этом все. Осталось только пожелать вам хорошей, прибыльной торговой сессии, хорошего дня, настроения. Как и всегда, не забывайте, что нужно контролировать риски. И если все-таки британец является одним из активов, которым вы сейчас спекулируете, помните, что волатильность по факту завтрашнего события может быть аховой. Поэтому, если не удастся угадать с направлением, самое малое, что может сделать каждый трейдер, это, по крайней мере, не допускать какой-то критической нагрузки на депозит через этот ордер. То есть, как и всегда, моя рекомендация в совокупности, то плечо, которое должно быть задействовано максимально по вашему счету, по вашему депозиту, это 1 к 7, 1 к 10. Дальше, на мой взгляд, это уже серьезные риски. На этой ноте давайте завершать тогда, если есть вопросы, как и всегда, канал на YouTube и форум Amarket. Сможете оставлять ваши вопросы там. Не забывайте подписываться на наш канал и, соответственно, ставить лайки. Большие пальцы. Всего доброго. До свидания.